здравствуйте садоводы любители вот хочу ответить на ваши некоторые вопросы которых поступило очень много ну попытаюсь ответить своей точки зрения ольга смирнова задает вопрос очень интересно послушать вашу лекцию нужная информация раньше был очень вкусный сорт сотка а наподобие есть что-нибудь ну мне больше всего нравится вот на вкус два сорта это baltic rose немецкой селекции и джели тоже немецкой селекции очень вкусные сорта из белорусской селекции журавинка сорт тоже на вкус очень вкусный сорт есть новый сорт белорусский проходит испытание тоже по вкусу очень неплохой это десятка называется ну а так сортов вкусных достаточно много но самое вкусное назвал российские сорта по вкусу на мой взгляд уступают немецким и белорусским значит далее вопрос екатерина задает вопрос добрый день можно ли оздоровить картофель через черенкование ботвы ответ однозначно нельзя оздоровить оздоравливать картофель через миристему там берутся несколько клеток а через пробирки оздоровливается дело в том что в черенках ботвы которую возьмете сто процентов будут какие-то вирусы и вы картофель не оздоровите это пустая трата времени дальше анна незнамого значит задает вопрос блоки про сорт картофеля королева анны представлены таблицы пород леди скажите пожалуйста королева анна устойчив к нематоде и еще какой он спелости королева анна относится к группе средний ранних но больше она как среднеспелый сорт фирма которая вывела этот сорт отнесла его к среднеранним но это среднеспелый сорт нематоде он среднеустойчив то есть очень абсолютно устойчивых сортов нематоде практически нет поэтому если нематоды много он поражаться будет вот но у него устойчивость считается как скажем так средняя дальше олег подскажите самый развариваемый сорт чтобы сварить было невозможно ну из таких сортов которые как бы можно приобрести найти где-то это вот сорт журавинка он очень сильно разваривается при варке надо даже невозможно суп сварить белорусский сорта не поздний журавинка вот но сильно разваристые сорта они сейчас не сильно востребованы люди хотят чтобы разварился но не совсем в кисель поэтому вот я порекомендую вам сорта допустим вот такие если вы хотите и вкусные и среднеразваристые это винета джели балтик роуз это вот очень вкусная сорта текстура у них не сильно плотная и поэтому не развариваются не если вы хотите чтобы сорт был такой развалить не надо брать сильно плотные сорта такие как камень твердые вот тогда они будут развариваться ну и конечно зависит от крахмала там еще от новых факторов но вот так вот если понять на внешний вид то вот такие вот критерии дальше алина урозаева значит спасибо за лекцию неинтересные сорта для хранения чтобы до июня лежала не прорастая хочу привести королеву анну зависит и хранение от вида картошки ранний поздний нужна ли картошки жара можно ли утральную картошку сажать в июле после снятия лука значит у нас на урале в конце июля уже дожди бывает и не жарко в сентябре уже ночь холодная вопросов много все разные значит да правильно если вы хотите картофель для долгого хранения королева анна и скарб белорусский сорт на белорусский сорт скарб уже такое достаточно старый считается вот поэтому королева на более современный сорт он хранится хорошо да вот он среднеспелый как бы среднеранний среднеспелый так скажем относится зависли хранения от ранней или поздней карта поздняя сорта конечно хранятся дольше лучше но ранние сорта есть тоже которые достаточно с длительным хранением картошки жара ну картошки жара не совсем нужно потому что выше 26 градусов картофель уже не развивается не растет вот поэтому картофель хорошо растет при температуре именно клубни это от 18 до 20 градусов такая вот средняя температура но 22 вот сильно жара не надо значит утраранние сорта сажать в июле в принципе можно попробовать если но единственное это картошка должна быть не нового урожая а как бы прошлогодняя но утраранние сорта до июля сохранить очень сложно они у вас прорастут очень сильно по и будут вялые поэтому не знаю может быть какие-то подобрать такие средние ранние среднеспелые сорта вот поэтому вот как то так так андрей иванов значит вопрос если меня на огороде сорт удача значит садим уже шесть лет да и купили на рынке пытаемся отбирать лучшие клубные семена значит вопрос удачи ранние но копаем ее поздно конце сентября не первый год уже кусты стоит зеленая до морозов дает хороший урожай значит 10 20 клубней к хороших кустах 20-30 значит 21 было засуха августа клубни мелкие потом пошли дожди картошка ранние получилось поздний но смотрите сорт удачи до относится по каталогу к ранним сортам но он относительно устойчивый фитофтори этот сорт поэтому как бы если год будет такой сухой неприятный для фитофторы и сорт удачи вполне может расти и до сентября и в сентябре то есть не всегда означает ранее что он как бы быстро горит от фитофторы и сильно это ультра ранние да он ранний сорт с устойчивостью к фитофтори и может расти как бы очень долго поэтому но это сорта специфичность вот этого сорта Ну, сорт удачи урожайный очень, крупные клубни, но в последнее время он не нравится людям, что он, когда хранится весной, часто вот мякоть синеет или вянет, начинает рано расти таким крупным ростком, ну, как бы вот есть у него свои такие вот недостатки, поэтому многие уже сорт удачи как бы свели, есть более лучшие сорта, вот, они лучше хранятся и более вкусные. Так, сорт картошки Услада, нет нигде информации, это Александр Тельнов, значит, нет нигде информации, ну, я тоже как-то первый раз слышу сорт такой Услада, может быть, новый, проходит испытание, не могу ничего сказать по этому сорту. Значит, Николай Ивлев, почему подвале гниет картоха? В основном сухая гниль, есть мокрая. Скорее всего, у вас массовая репродукция и сорта как бы гниют, ну, переувлажнение, инфекция накопилась. В подвале может не совсем удачные условия хранения, там влажность скапливается. Лучше всего, чтобы реально, как бы сказать, что-то сделать, это поменять сорта, более хорошие взять и элитные сорта и первые репродукции, они лучше себя ведут, лучше хранятся, чем какие-то старые, непонятно какой репродукции, непонятно, что это за сорта. Есть сортовая специфика, если сорта есть, хранятся хорошо, другие хуже, вот, поэтому достаньте хорошие сорта, вот, Королева Анна хорошо хранится, вот, значит, Венета сорт и будет вам, как сказать, счастье. Дальше, Иван. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, влияет ли удаление цветов картофеля на урожай? Не влияет, хочу сказать, потому что многие сорта сейчас или не цветут вообще, или слабое цветение, ягод, они вот этих зеленых, которых образуются именно, не завязывают, поэтому смысл удаления цветков я не вижу, ну, там, если, может быть, сильные такие цветоносцы, мощные на отдельных сортах, что-то там чуть-чуть повлияет, но в основном, если в массе своей, нет смысла их обрывать. Дальше. Елена Цельбан. Так, значит, обалденная лекция, но из-за небольшого опыта с горчицей посадили не один год, хожу счастливо, а потом смотрю, ли из горчицы съедены, капуста, дайкон, все крестоцветные, все съеденные, посею, значит, горчицы пригласила гости к крестоцветной бложке, а теперь боюсь сажать другие крестоцветные, значит, если поздно ее посадить, шука до бложки, татата, Сибирь, как быть? Да, если горчицу сеете, рядом сеяли горчицу, привлекает она, семейство у нее тоже капустное, привлекает она крестоцветную бложку, и поэтому вот хозяйство, которое на семена горчицу выращивают или дома там хотят, часто даже приходится обрабатывать, ну, теми же препаратами, что и от вредителей на капусте, допустим, приходится обрабатывать, потому что, ну, у кого есть вредители эти, у кого нет, вот, если у вас есть, значит, есть близкого или поля с горчицей, или много скопилось, этих вредителей никто не обрабатывает, поэтому хотите, смените на другую культуру, там, посейте, допустим, люпин, вот, или фацелию, они, там, бложки не будет, вот, ну, а так придется обрабатывать, да, в начальный период, когда взошла горчица, там, сантиметров 10-15, она еще силу не набрала, надо обработать каким-то препаратом, там, Децис, Фастак, вот, ну, если вы хотите сохранить именно горчицу. Вот, дальше, Ольга Власова, Михаил Валерьевич, расскажите про борьбу с медведкой, у всех огородников уже нас одолело, ну, что хочу сказать, медведка живет в почве, все почвенные вредители бороться сложно, ну, знаю, что делают, вот, кашу варят банкол, есть такой инсектицид довольно-таки старый, вот, смешивают этот банкол с кашей, не могу сказать, какой там пропорции, можно посмотреть где-то в интернете, вот, и раскладывают, но хочу сказать, что если медведки много, и она у соседей, и соседи никак не будут бороться, она у вас будет, то есть надо здесь бороться, как бы, всем, и поэтому химический метод борьбы, ну, вот, делают эту вот мешанку, как-то там помещают, еще иногда выкапывают ямы, туда кладут, это осенью делают навоз свежий, она туда заходит, потом в ноябре выкапывают, и медведку это удаляют, слава богу, вот, у меня на огородах ее нету, поэтому так вот слышал я про нее, но очень знаю, сложно ее одолеть, особенно нехимическими способами, травить надо, вот, дальше, Татьяна Кузьмина, здравствуйте, а чем обрабатывать отцовки, что я не услышала, спасибо, ну, отцовки обрабатывают контактными препаратами, вот, и обрабатывают, тут, видите, не написано, на какой культуре, на разных культурах, это по-разному, надо знать, когда будет лед совки, поэтому на картофеле, допустим, начинают обрабатывать при высоте картофеля где-то сантиметров 25, обрабатывают вечером, поздно, потому что лед бабочки осуществляется вечером, вот, такие контактные препараты, каратэ, децис, вот, обрабатывают вот где-то часов в 9 вечера, вот, 10 прямо, можно ночью даже, значит, и через 7 дней повторяют, и обрабатывают 2-3 раза, потому что неизвестно, когда будет вот этот лед, надо, чтобы свежий препарат попал на бабочку, самого червяка отравить трудно, он в почве находится, вылезает на поверхность, не все вылезают, поэтому надо бороться с бабочкой. Так, Ольга Ларюшева, значит, фацелия как действует на вредителей, есть ли смысл садить в этих целях? Ну, фацелия больше, как бы, как медонос ценится, и плюс она почва структурой, ведь почва получается рыхлая. Инфекцию, она частично, инфекция, ну, гибнет, а вот как от вредителей, не могу сказать. Ну, возможно, там чуть-чуть меньше будет вредителей, потому что фацелию так многие вредители не едят, и они будут уходить в другие там места. Вот, но таким, чтобы вот жестким способом она их как-то изгоняла, такого нет. Так, Светик, значит, уважаемый Михаил Валерьевич, вы ничего не путаете, вы уверены, что личинки майского жука питаются именно перегнившей органикой? А, например, читал научно-техни, что личинки бронзовки питаются органикой, а личинки майского жука питаются только живыми молоденькими корешками, подземной частью растений. Ой, ну, как сказать вам, Светик? Жук. Дело в том, что вы вот же не агроном же, не профессионал, поначитаетесь в интернете, начинаете. Значит, жук, майский жук, он откладывает в органические, в навоз, в опилки, он откладывает туда яйца, потом развиваются личинки, и они там развиваются, питаются вот этой органикой. Если вы мне не верите, ну, почитайте, вы нормальные учебники, там все это написано. Может, и бронзовки питаются, но я конкретно в своей лекции говорил про личинки майского жука. Чтобы люди не занесли их с каким-то перепревшим навозом, то если навоз долго лежит в каком-то месте, и там рядом были, допустим, березы, еще что-то, есть вероятность занести вот этого жука, то просто чтобы люди знали, откуда эта личинка к ним попала. Вот. А так тут можно спорить бесконечно. Так, Александра Воронина. Подскажите, пожалуйста, почему картошка не проращивается? Я покупал элиту, первый год урожай был отличный, оставил на семена, восемь весной проросло два ведра, остальные на выброс не проросли. Не знаю, первый раз такое вижу, чтобы первый год проросли, урожай был отличный, а потом не проросли. Ну, может, она у вас померзла в подвале. Я не знаю, это что-то какое-то удивительное. Если в хозяйствах такое бывает, то обычно обрабатывают их от прорастания, особенно чипсовые сорта, и они потом не всходят, потому что эти сорта уже непригодны на, как бы сказать, на посев, на посадку. Их надо, ну, реализовать или на еду, ну, то есть, или на переработку, но они не идут на посадку. А вот дома, я не могу сказать. Так, картофельная моль, главный вредитель, скажите о ней. Ну, вот вы, наверное, с чем-то, это Светлана. Значит, картофельная моль, у нас картофельной моли, ну, вот я в Брянской области занимаюсь, сколько я знаю, пока еще нет. Картофельная моль, это такой карантинный вредитель для Америки. Он там развивается, в более жарком климате, там целая проблема с ней, там и семинары проходят по этому вредителю. Это у нас, ну, не знаю, в южных регионах так особо я не слышал, с кем я общаюсь, но у нас картофельной моли нету. Это не моли, это какой-то другой вредитель. Так, Юлия Зоркова. Нигде не рассказываю, чем бороться с кевсиком многоножкой. Маленькие беленькие шлюки, так, на картошке я возила на анализ лабораторию, там мне сказали, что кевсики. Бороться с препаратами отплощены, но не можем никак избавиться. Да, кевсики, знаю я этих вредителей. Они заводятся там, где есть почвы, как сказать, с органическим веществом, с какой-то перегноем, навоз. Рядом есть невспаханная какая-то целинная почва. Вот, ну, насколько я знаю, тоже престиж не сильно берет их. Они в почве находятся. Вот, даже не знаю, с чем им бороться, но я знаю, что если почву тщательно обрабатывать, вспахивать под зиму, весной и выращивать картофель, как правило, она уменьшается. Их много там, где почва ничем не обрабатывается, не рыхлится, и там, да, ее много заводится. Плюс и органика надо. Ну, сказать вам, что надо уменьшить количество органики, тоже будет неправильно. Это урожайность снизится, и для картофеля органика нужна. Вот, ну, не знаю, чем вам помочь, но чаще обрабатывайте. Просто, чтобы это вот, его синицы иногда склевывают кефсиковые. Когда пашешь, он там выпахивается, там, тресагузки вот эти вот. Так, Радик Исламгазин. Так, все хорошо, грамотный человек говорит, что, что делать, мокрица, трава такая вредная, не могу избавиться, огород не сажал два года, потом перекопал, посадил харчицу, бесполезно. Как избавиться от мокрицы? Но мокрица, как правило, растет, она так и называется, причем мокрица, на влажных почвах. Вот, у вас, скорее всего, много влаги. Вот, но это не так уж тяжелый сорняк, у него корневая система слабенькая. Вот, просто, скорее всего, вы как-то, или обычно, как, вот, сорта, если хорошая, посадили, вы мокрицу эту запахали, вот, и сорта сами развивается. Если мокрица, это поздний яровой сорняк, он появляется, как бы, попозже, в середине лета, если ботва очень мощная, то ее мало. Если ботва слабая, то, естественно, свободное место занимает вот эта мокрица. Поэтому надо стремиться там, чтобы у вас картофель был высокий, мощный, и вот не было, ну, есть препараты, да, которые от сорняков. Ну, опять-таки, как, где вы сможете их достать, и как вы правильно можете применить, потому что вы можете сжечь картофель. Ну, знаете, из таких вот препаратов, более-менее простых, вот, лазурит вносится после, через две недели после посадки картофеля, вносится именно по почве. Вот, дозировка там 20 грамм идет на 5 литров ваты, вот, и обрабатываете почву сплошняком, потом картошка всходит, препарат впитывается почвой, мокрицы у вас точно не будет, она на мокрицу действует. Ну, это если химический способ. Если не химический, я сказал, старайтесь, чтобы картофель был хорошо облиственен. Так, Виктор Шпилевой. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, технологию для сорта Лора. Ну, конечно, интересный вопрос, прямо технологию для сорта. Ну, я такой сорт не знаю, и, как бы, не считаю, что вот это как-то плохо, потому что 7000 сортов, я все не могу узнать, как бы, смотрите мою лекцию о выращивании картофеля, как бы, вот, там подробно рассказано, можно это применить на сорте Лора, да и, как бы, успокоиться. Не знаю, в чем тут отличительная особенность этого сорта, что надо под него технологию разрабатывать. Следующий вопрос. Надежда Аеева. Скажите, пожалуйста, нужно ли обрывать цветы? Очень много таких вопросов. Ну, про цветы я уже сказал. Нет смысла обрывать, не надо их обрывать, не надо страдать ерендой. Если хотите проверить, оборвите там у 20 кустовой, 20 не оборвите. Выкопайте все взвестия и сравните, есть ли в этом смысл. Вот, если будете видеть, что в этом смысл. Но с научной точки зрения в этом смысла нет. Были такие опыты, ничего не подтвердилось. Дальше. Наташа Жизневская. Почему картофель с карп при варке темнеет и на стол ставить неприятно? Ну, что сказать. Может быть, неправильные условия хранения. Сами по себе сорта многие столовые после варки начинают темнеть. Есть сорта, которые темнеют после варки, есть нет. Вот, поэтому... Но вообще столовые сорта, они темнеют. Такая сорта для переработки на чипсы и картофель фри, они после варки должны там не темнеть какое-то количество часов. Вот. Но это не значит, что там много у вас нитратов или еще чего-то. Просто, как сказать, такое сортоспецифичность. Может быть, тяжелая почва, может, еще что-то. Здесь много факторов. Может, это не сортскарп у вас. Тут очень много всего. Но если коренным образом вы хотите избавиться, вы выберите сорта, которые не темнеют. Вот, допустим, сорт Удачи, он темнеет после варки. Там, сорт Гарант, он темнеет после варки. Там, вот. Сорт Венета не темнеет после варки. Сорт Ред Леди не темнеет. Там, не знаю, Королева Анна не темнеет после варки. Вот. Эти сорта возьмите. Сорт Ред Леди. Продолжение следует...